Я прошу прощения, да, понятно, за безобразное опоздание. Ну, в общем, я извиняюсь, так, с техникой у меня какие-то ужасы. Тоф, значит, мы возвращаемся в проблемы Песоха. И я хотел, так сказать, немножко перескочить. И поговорить вот о чем. О первой заповеди, которую мы получили как народ. Дело в том, что мы заповеди получали по-разному. Скажем, Авраам Авийну получил личную заповедь. Всех обрезать, да. Каждый мужчина в твоем доме должен быть обрезан. Но это была заповедь на уровне личном. Вот каждый отец отвечает за то, чтобы его сын был обрезан. Ну, и он сам, разумеется, тоже. А когда мы выходили из Египта, и мы уже с вами об этом говорили, я не помню, в первом занятии или во втором, но мы говорили о том, что нас впервые назвали народом. Мы выступили на национальном уровне. Народом нас назвал фараон Египта. Да, сказать, мы получили такую награду со стороны. И вот как народ мы получили самую-самую первую заповедь. Значит, к сожалению, я вам не смогу сегодня показывать тексты на экране. У меня с компьютером какая-то проблема. Я работаю с планшетом. Там у меня нет ни картинок, ни текстов. Поэтому будем воспринимать на слух. И вот что сказано о нашей самой-самой первой заповеди, когда уже прошли все казни, почти все. Уже дело идет к самой последней казни, и перед тем, как навести на Египет последнюю казнь, вдруг неожиданно Всевышний дает нам заповедь. Первую заповедь, которую мы получили как народ. И сказал Ашем Машея Аарону в стране Египет, говоря, месяц этот для вас глава месяцев, первый он для вас из месяцев года. Ну, вообще говоря, эту фразу можно прочитать, так сказать, по диагонали. Ну, месяц первый там и ладно. Но на самом деле в этой фразе содержится очень глубокий смысл. Как народ мы получили заповедь календаря. И это очень не случайно. Знаете, каждый раз, когда происходит что-то такое вот колоссальное, какая-то великая революция, какой-то переворот, все начинается по новой. Обязательно при этом происходят какие-то изменения в календаре. Они могут быть совершенно косметические. Например, в Соединенных Штатах Америки, где используется общий христианский календарь, календарь, так сказать, год начинается 1 января, делится на 12 месяцев там, ну и так далее, и так далее. Счет лет идет от рождения еврейского мальчика Раби Ешуа. Договорились. Так вот, когда Америка стала Америкой, то она внесла в календарь очень маленькие косметические изменения. Они установили День Независимости, когда Соединенные Штаты Америки, тогда их было не 52, всего 13, но это не важно. И вот когда эти Штаты решили отделиться от Метрополии, от Лондона, от Великобритании и зажить самостоятельной жизнью. И произошло это там, грубо говоря, 250 лет назад. И вот они установили День Независимости летом, в июле месяце. А еще они установили День Благодарения, когда первый раз поселенцы, переселенцы из Европы собрали первый урожай, устроили торжественное пиршество, праздник, пригласили местные племена. И с тех пор они осенью отмечают День Благодарения. Спасибо Всевышнему, что он дал нам эту землю, которая приносит замечательные урожаи. Это было такое косметическое изменение календаря, но ввели две красных даты. А бывают изменения гораздо более серьезные. Например, во времена Великой Французской революции в 1791 году Робеспьер ввел революционный календарь. Этот календарь менял счет лет. Года, значит, был первый год революции, второй год революции, третий год революции. Этот календарь менял название месяцев. Никаких нет уже январей и февралей и августов. Есть всякие прелиали, жерминали и прочие месяцы революционные. Ну вот, я еще, может быть, не такой старый, но я очень хорошо помню, что были в Советском Союзе календари, на которых была надпись, что нынешний год, это, скажем, 41-й год Великой Октябрьской социалистической революции. То есть советская власть решила считать время от Октябрьского переворота. Ну и их дело. Так вот, когда мы готовились, мы еще не вышли из Египта, мы еще только готовимся к выходу из Египта, то Всевышний нам говорит, «Самое главное, что я вам велю делать, это не соблюдение шаббата, это потом, это не пасхальная жертва, это тоже потом, не то, что я Всевышний управляю вами, это будет совсем потом у горы Синаи». А самая первая заповедь, которую мы получаем как народ, это заповедь календаря. Мы должны научиться считать время. Этот месяц для вас начало месяца. Но мы прекрасно знаем, что сама наша книга Тора, она учит нас еще и счету лет. Откуда мы это знаем? А эта книга берешит, самое начало, берешит Бара Элугим, Эдха Шамаем, Вэдха Ариц. Декларируется некое начало, точка начала, и вот от этой точки начала идет счет лет, а в каждом году от первого Ниссана идет счет месяцев и так далее, устанавливается календарь. Мало того, вот этот счет месяца Всевышний отдает нам, еврейскому народу, тем самым меняя общий порядок вещей, декларированный в книге берешит. Почему? Потому что там сказано так, и создал Всевышний разные светила, там большое, маленькое, днем, ночью, неважно. И было сказано, эти светила на небе будут для вас устанавливать времена и праздники, времена года и течения времени. То есть, казалось бы, все установлено сверху. Нет. Должно быть некое действие снизу. И когда Всевышний повторяет, кстати, повторяет дважды, что месяц этот для вас начало месяцев, первый он для вас из месяцев года. То есть, некая избыточная информация. Почему? Потому что счет месяцев, по крайней мере, в течение первых, скажем, полутора тысяч лет, двух тысяч лет нашего национального существования. Нет, не двух, конечно, полутора тысяч лет нашего национального существования. Счет месяца ввелся следующим образом. В Сен-Ядрин, то есть в собрание мудрецов, приходили два независимых свидетеля. Просто с улицы постучались. К вам можно, можно, заходите, что вы пришли сказать. А мы вот видели на небе серп Луны. Новый. После новолуния появляется маленький тоненький серп. И вот первые два человека увидели этот серп и немедленно пошли в Сен-Ядрин. После определенных процессуальных действий, значит, свидетели должны быть соблюдающие евреи, они не должны находиться в состоянии алкогольного опьянения, когда, так сказать, все небо в звездах. Они не должны быть близкими родственниками, это должны быть независимые свидетели. И, в общем, после каких-то процессуальных действий, свидетель Сен-Ядрин объявляет, сегодня первый день такого-то месяца. Вот сегодня первая Неса. Или там первая Тишрея и так далее. Таким образом, счет времени оказывается в руках еврейского народа. Вообще говоря, потом мы можем узнать, но это не здесь, не сейчас и не к Песоху, что и счет дней тоже был отдан в руки еврейского народа. Не только месяцев, но и наступление нового дня определялось некоторыми действиями наших уполномоченных людей. И сейчас об этом говорим. И вещь эта очень нетривиальная сама по себе. Вот этот вот счет времени от какой-то точки отсчета, скажем, от сотворения. Дело в том, что в Египте ни один человек не мог сказать, я родился, я не знаю, 50 или 70 или 95 лет тому назад. Никто так сказать не мог, потому что такого способа счета не было совсем. Человек мог сказать, я родился в третий год, родители мне рассказывали, что я родился в третьем году царствования фараона Аминхотепа. Или мой сын родился в пятый год царствования Рамзеса Великого. Вот пример. А когда фараон умирал, то происходил сброс на ноль. И все начиналось сначала. А когда одна династия сменяла другую династию, а династии, как мы помним, в Египте, мы на первом занятии говорили о 17 династии, 18 династии, 23 династии. Так вот, династии было много, и смена династии настолько обнуляла весь счет, что только очень большие мудрецы, какие-нибудь там специальные жрецы-хранители времени могли с этим справиться. Простой народ такого счета не имел. И это очень важно. В Египте все происходило по кругу. Египетская цивилизация по сути своей циклично там по кругу идет, 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 разливнило падение воды, разливнило падение воды. И соответственно, астрономические наблюдения позволяют точно предсказать, в какой день будет подъем воды, в какой день будет падение воды. Соответственно, когда надо вспахать поле, когда надо засеять поле, когда можно будет собирать урожай, чтобы все это было хорошо. И вот эта вот цикличность природных явлений порабощает человека. Она убеждает человека в том, что что было, то и будет, и не будет ничего нового, и все повторится. И один фараон уйдет, придет другой фараон, и он уйдет, и придет другой фараон, и все идет по кругу, и ничего не будет нового, и мы все всегда будем в египетском рабстве. И вот эта вот идея, она крепче всяких стен и крепче всякой пограничной охраны держала... Секунду, у нас проблема... Секунду, мы тебя не слышим. Ты на секунду остановился звук. Включи снова микрофон, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас работает? Да, у тебя плохой интернет, ты смотри, вообще будет пропадать звук. Слушай, я могу уйти в другую комнату, там интернет будет лучше. Так, все, я продолжаю. Нет, ты лучше дойди туда. Да, ближе к... Я вот здесь... Голос есть? Стоп. Значит, я остановился на том, что в Египте происходило вот это вот порабощение людей природным циклом, и вот эта вот цикличность, отсутствие вектора движения, отсутствие цели движения, лучше всякой охраны и границ, и там я не знаю чего, войска фараона. Лучше всего вот эта вот порабощенность держала людей в египетском рабстве. И принципиально для исхода показать, что есть цель, есть линия развития, есть возможность идти куда-то вперед. И даже если человек сам не очень еще осознает вот эту цель, не очень понимает, что его ждет впереди, не знает подробностей того места, той идеи, к которой он движется. Все равно вот сам факт этого движения, сам факт, что завтра будет не так, как сегодня, а сегодня совсем не так, как вчера. Мы развиваемся, мы движемся к некоторой цели. И вот движение к цели, наше развитие, это и есть главный символ нашего календаря. Есть точка отсчета, мы начинаем считать от сотворения мира, есть вектор развития, и этот месяц для вас начало месяцев. Мы начинаем с месяца «Ниссан». Значит, следующее, о чем я хотел поговорить, я хотел сказать вот еще что. Что календарь наш и вот это вот его разделение по месяцам и по неделям и по дням, это на самом деле гораздо больше, чем простой счет времени. Считать-то можно по-всякому. В качестве примера, где-то там в 20-е годы из соображений подальше уйти от христианского, на самом деле иудео-христианского календаря, большевики решили отменить неделю. Ну, взять и отменить. И сделать отдых по пятым дням. Вот раз, два, три, четыре дня работаем, а пятый день отдыхаем. Ну, на самом деле, идея большевистская была в том, чтобы государственный счет времени никак не помогал людям соблюдать свои какие-то традиции, праздники и так далее. То есть, если для ислама день отдыха пятница, для нас день отдыха шаббат, для христиан день отдыха воскресенье, то пятидневка, она смазывала все возможные варианты, потому что ни для кого уже выходной день, как правило, не попадал на государственный день отдыха. Так вот, наш календарь – это не просто счет времени, а это еще деление года, как бы это сформулировать, каждому овощу свой фрукт. Каждый месяц года, каждая неделя и каждый день предназначен Всевышним для определенной цели. И совершенно не случайно говорят наши мудрецы, пришел месяц Адар, умножай веселье. Вот в Адаре надо веселиться. Почему, там как и зачем, надо умножать веселье. Пришел Песох, пришел месяц Ниссан, мы готовимся к Песоху, мы убираем хамец и так далее. Значит, вот Песох, время нашей свободы, в месяце Ниссан мы освобождаемся от рабства. И вот каждый месяц он на самом деле очень важен для определенных событий. И сейчас я вам это попытаюсь показать. Тика, принеси мне, пожалуйста, календарь. Сейчас, одну секундочку, я с собой не взял. Пишем дальше, пишем дальше. Вот, значит, после месяца Ниссан наступает месяц Ияр. И мы с вами уже говорили на прошлой нашей встрече, что на месяц Ияр приходится такой удивительный день, Лагбаомер. И мы с вами говорили о том, почему, так сказать, вот раздел Моасея, что там обсуждали пять равинов, которые сидели в гостях у рабби Акивы, они обсуждали восстание Барковы. И день Лагбаомер, который приходится всегда, поскольку он отсчитывается от Песоха, значит, он приходится на 18-е Ияра. То есть с вечера 17-го до вечера 18-го Ияра приходится праздник Лагбаомер. И мы обсуждали, что этот праздник – это день победы Барковы над римскими легионами. Что на три года Иудея освободилась, на три года восстановились храмовые жертвы на храмовой горе. И это день победы, наш день победы. А теперь внимание. Значит, 4-го Ияра, вечером 4-го Ияра, мы празднуем День независимости государства Израиль. День, который в 48-м году пришелся на 14-е мая, день, когда мы, Бен-Гурион, провозгласил декларацию независимости. С этого дня родилась наша страна как независимое государство в своей новой реинкарнации. Государством мы были тысячи лет назад, но вот государством мы в 20-м веке снова стали именно в месяце Ияр. Хорошо, а теперь 8-го мая, и в этом году этот день приходится на 17-е Ияра, за день Долаг-Баомера. Весь мир, вся Европа празднует освобождение Германии и Европы от национал-социалистического режима. То, что в советской стране стали праздновать 9-го мая, потому что в тот момент, когда под Берлином в Карлсхорсте подписали капитуляцию, для Европы это было 8-е мая, а в Москве было уже на 2 часа больше и началось 9-е мая. Неважно, месяц Ияр, но это не все. Значит, 26-го Ияра, опять месяц Ияр, Мы празднуем Йом Ярушалая, мы празднуем День Победы в шестидневной войне, мы празднуем день, когда Раф Горен поднялся вместе с бригадой десантников, он поднялся на Храмовую гору, затрубил в шафар и передал по армейской радиостанции открытым текстом. Храмовая гора в наших руках. Это День Победы в шестидневной войне и опять это месяц Ияр. И самое интересное. Если мы вернемся в нашу пасхальную историю исхода и вспомним, что когда мы пришли в Рафидим, то пришел Амалек с нами воевать, то оказывается, что вот этот наш приход в Рафидим и война с Амалеком произошла ровно 26-го Ияра. Существуют соответствующие расчеты, я сейчас в них не буду углубляться, но это произошло в тот же день, когда мы освободили Иерусалим, когда мы победили в шестидневной войне 1967-го года. Опять месяц Ияр и опять наша победа. Вот эта война с Амалеком, это была первая война, которую Израиль вел с внешним врагом и в которой одержал победу. А если вы мне скажете, подождите, 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 а как же события у Тростникового моря, когда утонуло войско фараона, там была такая победа у моря, и мы пели победную песню. А вот у Тростникового моря, когда вода раступилась, и мы прошли, а войско фараона утонуло, там не было нашего участия. Это происходило в месяце Ниссан, Нево Яре. Море раступилось, мы прошли, а фараон утонул. Это было на седьмой день праздника Песа. И, соответственно, это было, когда? 22-го Ниссана. Почему так? Только что я вам рассказывал о том, что все победы в Ияре, а очень просто. Потому что у Тростникового моря мы были как бы и ни при чем. Было сказано, Всевышний будет воевать за вас, а вы молчите. Значит, нам велено было просто молчать и идти между вод раступившегося моря. А Всевышний вел войну за Израиль. Нашего личного участия в той войне не было. А вот война с Амалеком, там уже было наше личное участие. Там Маше велел Его Шоа собрать добровольческий корпус. Сказать, там было где-то около 10 тысяч добровольцев. Значит, да, Всевышний нам помогал. Когда Маше поднимал руки, то одолевал Его Шоа. Когда Маше опускал руки, то одолевал Амалек. То есть, там была явная помощь Всевышнего. Нет вопроса. Но это была наша война и наша победа и месяц Ияр. Так что вот месяц Ияр – это месяц наших побед. И единственное, что я еще хочу здесь добавить. Когда я готовился, я перечитал книгу о восстании в Варшавском гетто. Значит, восстание в Варшавском гетто с точки зрения календарной, оно удивительно напоминает исход из Египта, восстание Бар-Колбе, потому что оно началось в первый день Песоха. То есть, вот жители, обитатели Варшавского гетто собрались на пасхальный седах 14-го Ниссана. А в это время гетто было уже окружено немцами и польскими полицейскими, всякими другими там вспомогательными силами. И в первый день после ночи пасхального седера немцы вошли в гетто в целях организации депортации в лагеря уничтожения и были встречены стрельбой. Восстание началось в первый день Песоха 1943 года. И оно продолжалось в течение второй половины Ниссана, оно продолжалось в месяц и яр. Последние защитники гетто отстреливались еще где-то в июне, в июле, то есть спустя пару месяцев. К сожалению, месяц и яр не мог принести победы восставшим. Но бои происходили в ияре. Бои происходили в июле. Значит, то есть вот месяц и яр – это месяц наших побед. И то, что он скоро начнется, через две недели, настраивает на хороший лад. Мы победим, иначе будет. Вернемся к проблемам Песоха. Значит, я обращаю внимание вот на что. Что каждый праздник, по сути дела, содержит три компонента. Вот так, как об этом сказано в Торе. Первое – это запрет на выполнение различных работ. Второе – это организация особого собрания с чтением каких-то разделов Торы. И третье – это принесение специальных праздничных жертв. Значит, все это подробно в Торе расписано. Ну, еще бывают какие-то отдельные, специальные дополнения к празднику. Там, скажем, на Хануку надо зажигать светильники в память о ханукальном чуде. На Пурим надо напиться, перестать различать Аманова и Мартыхая. Ну, вот есть какие-то особые традиции того или иного праздника. Обратите внимание, что праздник Песох – это праздник разговора. И об этом Тора говорит трижды. И будет, когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас. И скажете, жертва Песох – это для Ашем. Шмот 12.26.20. То есть сыновья спросят, а мы им будем рассказывать про пасхальную жертву. И второе. И расскажешь сыну своему в день тот, сказав, ради этого сделал Ашем мне при выходе моем из Египта. Опять. И расскажешь. Третье. И будет, когда спросит тебя сын твой завтра, сказав, что это, и скажешь ему, силой руки вывел нас Ашем из Египта, из дома рабов. Значит, принципиальное содержание праздника Песох – это рассказ, разговор. И когда говорят о самом названии праздника Песох, то обычно говорят, что это происходит от корня Песох – перепрыгивать, проходить мимо. Поскольку в ночь исхода египетские первенцы были поражены, еврейские остались живы, потому что поражение первенцев, значит, вот там сделали знаки на дверях, кровью ягненкой и так далее, и так далее. То есть, Всевышний миновал, перепрыгнул еврейские дома во времена поражения Песох. Но есть еще одно толкование, которое есть в книге Зор, где слово Песох комментируют, разделив на два. Песох – это род, сах – рассказ, говорение. То есть, слово Песох толкуется как уста говорящие, род говорящий. И вообще говоря, такое толкование названия вполне соответствует тому, что мы уже сказали, что Песох – это разговор. И совершенно не случайно, что при выходе из Египта, когда мы еще сами ничего не решали, когда Всевышний определял маршрут нашего движения, то Всевышний велел нам вернуться и расположиться перед Пи-А-Херот – уста свободы или освобождения. То есть, вообще говоря, можно предположить, что это некое ущелье, которое вело через границу Египта. Ну, а вообще говоря, это опять же связано со свободным разговором. И вот свобода разговаривать, свобода слова – это одно из важнейших достижений человечества. И, как сказать, оно, вот эта вот свобода говорить, она далеко не сразу стала неотъемлемой человеческой свободой. Но, скажем, в обществе рабовладельческом, феодальном, средневековом право говорить и право говорить то, что ты хочешь, принадлежала совсем не всем. И когда Всевышний пытал, значит, приказывал Маше идти в Египет, мы с вами эту уже сцену обсуждали у Горящего Пуста, когда Итро послал Маше через пустыню. Об этом мы уже говорили. Но сейчас я обращаю внимание вот на что. Главное сомнение Маше – в возможности говорить. «И сказал Маше Ашем, мною, Адонай, то есть клянусь своей жизнью, не муж слов я, то есть не очень умею говорить, и так же вчера, так же третьего дня, с тех пор, как стал говорить терабу твоему, потому что тяжел ртом и тяжел языком я». Шмот 4.10. Странное двойное повторение, и мы каждый раз, где видим в Торе повторение, понимаем, что это неспроста, что здесь что-то зашито. Так вот, тяжел ртом и тяжел языком. Во-первых, тяжел ртом, что считать тяжел ртом, что тяжел языком – это вопрос, я в него сейчас не углубляюсь, но вот одно из этих – это, скорее всего, то, что Маше плохо говорит на иврите, потому что он, во-первых, только первые три года был в еврейской семье, потом он где-то 26-27 лет находился во дворце фараона, то есть от трех, скажем, до 29 лет, и потом он примерно 50 лет провел в Медьяне, где говорили на совершенно другом языке. И только в 79 лет он получает указание идти в Египет и возвращается в Египет. Значит, понятно, что если он слышал иврит до трех лет, а пришел в Египет в 79, когда он говорил или по-египетски, или по-арамейски, так сказать, но не на иврите, то, наверное, для него иврит остался вот в каких-то очень детских воспоминаниях. Но здесь еще есть второй момент – тяжелый ртом и тяжелый языком. Мало знать словарь языка и, допустим, грамматику языка. Предположим, что даже знают. Филологи знают, что язык, он отражает еще определенную ментальность, культуру. О чем я? Маше не просто забыл иврит. Он серьезно оторвался от своего народа. Он 76 лет не был вместе со своим народом, да и был он со своим народом только ребенком. Поэтому Маше не может думать мыслями еврейского народа. В книге Зоар говорят о том, что есть два уровня говорящих уст. Есть коль, то есть звук голоса, коль, звук, а есть дебур, слово. И это два совершенно разных уровня говорения. Зохар объясняет, что вначале внутри рабства египетского и голос, и слова находились в изгнании, в Галуте. Потом пришел Маше выводить евреев из Египта. И на этой стадии появился и раскрылся звук голоса. Но еще не слова. И только когда на горе Синай мы получали Тору, то мы обрели уровень слова. И это был акт Геулы. Избавление, выхода из Галута, из изгнания. То есть есть два уровня языка. Один, когда мы хотим сообщить о себе другому что-то очень простое. Например, мне холодно, или мне жарко, или мне радостно, или мне грустно, или я хочу сообщить кому-то то, что я вижу. Вот там-то что-то вижу. Такое простое общение это в каком-то смысле уровень языка животных. Животные тоже могут сообщить один другому какую-то информацию. Сообщать, что ему плохо, или что ему хорошо, или он хочет каким-то звуком выразить появившиеся у него ощущения, сообщить о том, как добраться до еды, или что откуда-то появилась опасность. Но суть языка человека, она в другом. В иврите слово «давар» означает не только слово, но еще и вещь, и предмет. И так устроено, потому что сформулированное нами слово – это некая сущность, некая вещь, которую мы можем создать. Еще раньше, чем у языка возникла коммуникативная функция, у него есть моделирующая функция. То есть мы используем язык не только для передачи информации, а для того, чтобы самим что-то о мире понять, чтобы осмыслить окружающий мир. И мы при этом пользуемся в основном не языком низшего уровня, а некоторыми конструктами, сложными понятиями, которые являются сборными, многоэтажными конструкциями из конкретных и абстрактных элементов первого уровня, вот этого простого коль, звука. Животные ничего такого делать не умеют. Язык животных – это язык первого уровня, где суть сообщения – это прямая информация о происходящем. А человек разговаривает совсем на ином уровне, на уровне дебур, языке словесных формулировок и конструктного понятийного аппарата. Это я залез немножко в сложные моменты, но, так сказать, вот главное понятно. И приведу простой пример. Когда 40 лет назад в Москве, нет, не 40, 35 лет назад в Москве я принимал группу израильтян, которые приехали для того, чтобы там что-то сделать в Москве, тогда начинались всякие первые еврейские уже разрешенные, уже открытые тусовки, готовилось открытие отдела Сахнута в Москве, представительство там и так далее, и так далее. И вот я принимал группу израильтян, водил их по городу, заходим мы в магазин одежный, и там муж с женой израильтяне, и вот муж меряет шапку-ушанку, а жена ему говорит, слушай, эта шапка тебе пойдет на Пурим. Значит, для того, чтобы понять смысл этой фразы, надо быть евреем, надо знать, что такое Пурим, и что в Пурим нужны маскарадные костюмы, и что эта шапка может стать элементом маскарадного костюма, и тогда понятно, что жена хотела сказать своему мужу, что не думай, что ты будешь эту шапку носить как там зимнюю шапку в холод, да, нет, эта шапка тебе пойдет только в маскарадный костюм. Вот что такое смысловая речь, вот что такое разговор на уровне каких-то ранее изученных понятий, и понятно, что Маше, который 76 лет не жил со своим народом, таким понятийным аппаратом не владеет, и Всевышний говорит, а разве не Аарон брат твой Леви, из колена Леви, оказывается у Маше и сам он об этом уже забыл, есть семья, вот к сожалению я сейчас не могу вам показывать картинки и тексты, которые у меня были приготовлены, вот, ну попробуем говорить только так, значит показывает Всевышний Маше, что он не посторонний человек, что у него есть семья, что есть его брат, который живет в Египте, который принадлежит колену Леви, и который сможет тебе помогать в разговоре. Тогда возникает вопрос, а почему собственно Аарону Леви не поручить организовать исход евреев из Египта? Слушай, есть вполне себе человек, который живет в Египте и при этом он относится к привилегированному классу Леви, мы это уже обсуждали, что Леви не работали на общих работах и в общем были где-то близкие к египетским жрецам и так дальше. Вот. Почему собственно не Аарон? Зачем нужен Маше? А это примерно затем зачем вот знаете есть такая история про барона Мюнхгаузена, он вытащил себя из болота за волосы. Вот человек сам себя за волосы вытащить из болота не может. Вообще вытаскивать за волосы больно, но если от этого отвлечься, то нужен кто-то, кто стоит снаружи болота и протягивает палку или хватает за волосы или еще что-то делает, но только тот, кто находится вне болота, может вытащить того, кто в болоте. Аарон не годится на роль вождя для выхода еврейского народа. Аарон в течение всей своей жизни, а он старше Маше на три года. Так вот в течение всей своей жизни Аарон да, он был лидер евреев, да, он занимал привилегированный пост, но всю дорогу он занимался утешением евреев и так сказать вот старался сделать им это рабство ну чуть-чуть помягче. Вот. Не будет ли господин фараон так любезен, чтобы сократить норму выработки кирпичей? Нельзя ли с разрешения господина фараона нам иногда свидание с женами? Может быть можно, чтобы женщины готовили пищу там и кормили своих мужей? И так далее, и так далее. Это была задача Аарона. А здесь нужно все принципиальные изменить. Не заботиться об облегчении рабства, а уничтожить рабство. Не приспосабливаться к жизни в Египте, а выйти из Египта. И вот для этой роли нужен человек, который стоит снаружи болота, да, чтобы помочь выйти из болота тем, кто в этом болоте сидит. И поэтому Маше, а не Аарон. И мы с вами это обсуждали неделю назад, точно так же, как Маше был воспитан сначала во дворце фараона, потом в Медьяне, мы еще говорили о таком антракте в Куше, но в любом случае Маше человек снаружи. И Теодор Герцель, который был, так сказать, ну не вождем исхода, но человеком, который, в общем, этот исход полностью подготовил, он был человеком воспитанным снаружи, он был воспитан в немецкой австрийской культуре, и тем не менее он стал тем, кто создал практически политический сионизм. И чтобы не возвращаться к проблеме языка и говорения, я хочу вам привести еще один пример, да, один пример и одну идею. Пример, иллюстрация следующая, что воспитывая еврейского ребенка, мы в очень большой степени учим его говорить. и если классическое воспитание, ну, такое вот, не знаю, как его назвать, сиди, молчи и слушай, что тебе старшие говорят, да, то вот еврейское воспитание устроено по-другому. Начиная от тех вопросов, которые задают дети на пасхальном седере, и обязательно дети должны сказать, а чем эта ночь отличается от всех других ночей, почему так, а почему так, а что это, а что это, и кончает тем, как в 13 лет мальчик читает свой первый драж, мальчик делает комментарий к недельному разделу Торы, к тому разделу, на который пришлось его 13-летие, и взрослые, бородатые, седые, члены общины сидят и слушают, а что нам расскажет новый член общин, о чем он будет говорить, как он будет говорить, и вот эти шаги в воспитании от простых вопросов за пасхальным столом и до самостоятельного анализа, комментирования текста Торы и рассказа об этом анализе, вот тот путь, по которому еврейский ребенок учится говорить. Ну и последнее на тему разговора и Песоха это вот что такое. Есть такое понятие дискурс. Мы сейчас попытаемся поговорить о том, что это такое. Значит, обычно понятие свободы слова или свободы воли изъявления его понимают как ответ на поставленный вопрос. Ну, например, значит, есть вопрос, значит, нет, вот приведу пример из собственной биографии. Значит, моя дочь, получившая автомобильные права, великолепно сформулировала вопрос. Папа, тебе машина не нужна в субботу или в воскресенье? Да? Любой мой ответ ее устраивает. Ее задача получить ключи от автомобиля семейного. Тогда у нас в семье был один автомобиль. Значит, чтобы я не ответил, сказать, что мне машина не нужна в такой день или в такой день, ей все равно. Вопрос поставлен так, что любой ответ она достигла успеха. вот это называется правильно сформировать дискурс. Но вопрос использования автомобиля в мацеи шаббат или в воскресенье с утра это вопрос внутри семейный и никаких проблем не вызывает. А вот скажем, тот вопрос, который некоторые израильские средства информации пытались навязать населению. Ну, это было не сегодня, это было лет 25 тому назад. Мы живем так давно, что уже все забыли. Вопрос был такой. Вот после того, как в соответствии с соглашениями Осло мы отдали газу и Ерихон палестинцам. Как вы считаете, следом надо отдать Голландские высоты или Иорданскую долину? Понимаете? Вопрос сформулирован так, что любой ответ лично мне не нравится. Я бы хотел вопрос поставить по-другому, что ни Голландские высоты, ни Иорданская долина, ни Восточный Иерусалим отдавать мы не собираемся, это наша страна, это наша земля, и мы на ней живем. А вот левые средства массовой информации разворачивали дискурс вот в таком вот варианте. Поэтому как сформулировать вопрос это очень такой важный и серьезный момент. и настоящая свобода слов это не свобода выбора из предложенных возможностей голосуя за большевиков или голосуя за коммунистов. А в любом случае ты голосуешь за единый блок коммунистов и беспартийных. а свобода это возможность формулировать вопрос. Это возможность избрать дискурс для обсуждения. И вот в этой ситуации проявляется подлинная свобода. На эту тему можно говорить долго, но мы перейдем к следующему вопросу. Итак, мы вышли из Египта вот в эту самую ночь, когда мы сначала ели пасхальную жертву, а потом встали и пошли. Что зависело от нас? Очень немного. На самом деле Всевышний сделал почти все. Он навел казни, он по сути дела уничтожил Египет, он сделал так, что фараон нас выгнал, что давайте, ребята, выходите поскорее, только не оставайтесь в Египте. А что зависело от нас? А от нас зависело очень немногое. Первое, что мы должны были сделать, и это заповедь, после календаря, предложенная нам, это заповедь пасхальной жертвы. Мы должны были взять ягненка, напоминаю, что ягненок это египетское божество, там разные животные обожествлялись, крокодил, ягненок, бык, всякие там были, вплоть до кошки, богиня Бастет, это была кошка. Так вот, разные животные обожествлялись, но ягненок это был такой очень важный египетский элогим. И вот мы должны взять этого элогима и для начала четыре дня держать у себя в доме. Значит, вот десятого числа мы должны были его выбрать, привезти домой и четыре дня держать привязанным за ногу кровать. Вообще говоря, ягненок в этой ситуации будет бегать и мякать, а проходящие мимо соседи будут спрашивать, а че это вы, жиды пархаты, мучаете нашего бога? Да? Следом мы должны были этого ягненка 14-го числа зарезать. И мало того, что зарезать, зарезать можно где-то там на заднем дворе. Но нет, мы его должны были обязательно запечь на открытом огне. Вы представляете запах, который расходится вокруг, когда вы запекаете ягненка на открытом огне? то есть скрыть это невозможно. Знаете, когда у нас вот сейчас в Холомоид Песах наверняка будут везде делать то, что в Израиле называется аляэш, а в Европе называется барбекю, а в России называются шашлыки. Так вот, когда у нас метрах в пятистах от дома кто-то жарит шашлыки, то запах у нас на террасе такой, как будто все это происходит у нас дома. Поэтому все соседи, которые проходят не то, что по этой улице, а через две улицы на третью, они прекрасно будут знать, что в этом доме что? Зарезали Бога и запекают его на огне. Вы представляете реакцию нормальных египтян. Даже не антисемитов, а просто нормальных египтян. Да как так? Да что за дела? Да что творится вообще? Обижают наших богов. А ну-ка побьем их всех. Так в чем же смысл пасхальной жертвы? А смысл пасхальной жертвы я не буду подчиняться египетским законам. Ягненок египетское божество, а у меня с диду с прадеду с пастушеского народу. Ягненок это еда, а поэтому я его зарежу и буду запекать, а вот сегодня я его буду запекать. Вчера варил, позавчера жарил, а сегодня буду запекать. Хочу и буду. Мой ягненок что хочу, то и делаю. Это отказ от следования египетским стандартам. И мало этого, я еще возьму кровь божества в кавычках ягненка и намажу притолоки дверей. Это то, что сегодня мезуза на дверях. Зачем это нужно? А говорят, чтобы Всевышний перепрыгнул наши дома, чтобы не убил наших первенцев. Да, наверное, и это тоже. А что, простите, Всевышний не знает, что это дома еврейские? Ребят, вы о чем? Всевышний для начала всеведущий. И он прекрасно знает, в каком доме живут египтяне, а в каком доме живут евреи. Нет, это кровь не для этого. Это кровь для того, чтобы еще раз всем показать, здесь еврейский дом, и здесь живут по еврейским законам. А то, что вы, египтяне, считаете, что это как-то так нарушает ваши традиции, ребята, ваши проблемы. Считайте, а мы, евреи, мы живем вот так, и так мы будем жить. Точка. И в этом смысл вот этих особых правил пасхальной жертвы. Про все другие жертвы, какие бы там, знаете, есть у нас целая книга Ваикра, по сути дела, энциклопедия жертвоприношений, что можно приносить в жертву, что нельзя, как приносить, какие виды жертвы, и так далее, и так далее. И про большинство жертв сказано, собственно, почти практически про все, что мясо этих жертв, приготовленное в любом виде, можно есть там-то и там, в любом виде. Хочешь, варь, хочешь, жарь, хочешь, запекай, хочешь, что хочешь, что тебе сегодня по вкусу. А вот пасхальную жертву мы делаем так, чтобы ягненок меккал, а запах его, чтобы на 500 метров разлетался по городу. Это декларация. Я еврей. И кровь на двери, на воротах, на косяке двери или на столбах ворот, это знак. Это еврейский дом. Здесь живут евреи. Завтра мы выходим из Египта, а сегодня мы демонстрируем, что с Египтом у нас ничего общего нет. Точка. И еще один момент пасхальной жертвы, про который сказано так. Говорите, все общины Израиля сказав, десятого месяца этого и возьмут себе муж Ягненка на дом отцов. Ягненка на дом. А если будет мал дом, чтобы быть на Ягненка, и возьмет он и сосед его, ближний к дому его, по счету душ, муж по Ядаку его, посчитайтесь на Ягненка. Наверное, самое страшное, самое страшное, что есть в рабстве, вот самое страшное, это разобщение людей. Это вот железный принцип ГУЛАГа или Аушвица, что хотите. ГУЛАГ страшнее. Вот железный принцип умри ты сегодня, а я завтра. На тебя мне наплевать. я хочу прожить сегодняшний день, а ты умирай. Я умру завтра, но сегодняшний день я проживу. Когда отношение к ближнему, да никакое. Этот ближний, или он мне помогает прожить, или пусть умирает как хочет. Так так вот первое, что хочет Всевышний от еврейского народа победить эту разобщенность. Существует естественная человеческая общность. Семья. Мужчина, женщина, дети. Так было далеко не всегда. В первобытных стадах, даже это не племя, это стад, имеется некоторое количество самцов, некоторое количество самок, и некоторое количество детей. Значит, есть определенная иерархия, какие самцы могут пользоваться какими самками. Дети в любом случае это достояние всего племени, их надо как-то кормить, защищать, потому что иначе племя исчезнет, те племена, в которых не защищают своих детей, не исчезали, но на каком-то этапе развития человечества возникает семья. И Тора нам рассказывает о том, как эта семья возникает, какие бывают семьи, моногамные, полигамные, разные бывают семьи в Торе. Это не важно. Важно, что образование семьи муж, жена, дети, это такой довольно естественный процесс поддержания жизни данного общества. Даже не общества, а просто данной толпы. Если не будет мужа, жены и детей, причем муж и жена или муж и жены в полигамной еврейской семье, они нужны для того, чтобы заботиться о детях, потому что если не обеспечить какой-то уровень, не обеспечить материально детей, но они не выжжут. И семья, она как бы есть, и вероятно, семья сохранилась и в египетском рабстве тоже, потому что говорят, возьмите ягненка для пасхальной жертвы, муж ягненка на дом отцов, то есть ягненка на семью. Но дальше Тора делает следующий шаг. И пусть возьмет он и сосед его, муж поедоку его, посчитайтесь на ягненка. Значит, муж ближний к дому его. А вот это следующий шаг создания социальной структуры, создания общины. А кто ближний к дому моему? А кто мой сосед, с которым я буду сидеть за одним столом? То есть вот создаются такие объединения семей. То, что потом стало еврейской общиной. Это еще не колено и не народ и не группа колен. Это только несколько семей объединенных вместе. Община, соседи. Это преодоление вот этой атомизации общества, преодоление разобщенности. Это мои соседи. Я им помогу, они помогут мне. Мы вместе, мы одно, мы за общим столом с этим самым пасхальным ягненком. вот это вторая заповедь, заповедь Корбан Песа. А дальше мы вышли из Египта. И дальше значит, ну вот я сказал, вы запомнили, да, к сожалению, опять же не могу показывать, что почти все делает Всевышний и вот эту самую организацию общин тоже регламентирует Всевышний. Это не наша идея, это он делает. От нас требуется только одно, декларировать, я еврей, я отрицаю Египет, я выхожу из Египта. Это единственное, что должен человек сделать. И должен заметить, что поскольку там дальше в Торе написано и вышли хамушим, что в переводе означает пятая часть, и вышла из Египта пятая часть. То есть вот на эту декларацию я еврей, я выхожу, рискнула только пятая часть потомков Авраама, Ицхака и Яакова, которые жили в Египте. Пятая часть. А где четыре пятых? А четыре пятых остались в Египте и где-то там в египетских песках, вот, в тени египетских пирамид исчезли. Мы не знаем, что с ними стало. Но их было четыре пятых. и вот это исход меньшего числа евреев и оставшееся большее число евреев, которые перестали быть евреями, которые ассимилировались, которые погибли, которые исчезли, вот это повторяется в нашей истории каждый раз при каждом исходе. Я приведу пару примеров. Значит, когда был разрушен первый храм и был так называемый Вавилонский плен, когда увели народ иудеи в Вавилон, а потом в какой-то момент царь персидский Кир в нашей транскрипции Корыш издал декрет, разрешавший евреям вернуться в Палестину, в Иерусалим, восстановить храм и даже выдал храмовые сосуды, которые на двух они цар, который разрушил первый храм, вывез с собой Вавилон. Корыш их вернул. Пожалуйста, господа евреи, возвращайтесь на родину, восстанавливайте храм, служите Всевышнему так, как вы считаете нужным, не забудьте помолиться за меня и так далее. Так вот, по разным оценкам наших мудрецов, из Вавилона вышло около 10% евреев, которые там к тому времени жили. А 90% осталось на месте. А зачем? Куда-то? В разрушенную страну, в болото, в джунгли? Зачем? Мы живем в центре мировой цивилизации, мы живем в Великой империи от Оду до Куша. Зачем нам куда-то уходить? Давайте жить там, где хорошо, где нас хорошо кормят, где мы заняли всякие административные и хозяйственные и экономические должности. Не надо. И они остались в Вавилоне, а ушли 10%. И это повторялось каждый раз. И это повторялось, когда даже евреям грозили самые страшные вещи. это меня заведет в далекие исторические дебри. Я могу рассказать, как уезжали евреи из Германии, я могу рассказать, как уезжали евреи из Советского Союза, из России. И я могу рассказать, как евреи не уезжают или очень мало уезжают из Америки и Европы. Ну, чем это кончится, мы сегодня не знаем, а потом будет потом. Хорошо. Итак, мы вышли из Египта. И в течение всего исхода нас сопровождают чудеса. И вот начиная со встречи Маше со Всевышним у горящего куста и все 40 лет путешествия по пустыне и до того момента, как Иордан остановился и Йошуа перевел народ через сухое русло реки Иордан и падение стен Ерихоны и так далее, и так далее. Чудеса шли непрерывным потоком. Всевышний, что называется, в отсутствии средств массовой информации, развлекал нас очень серьезно. Но всегда, кого бы вы не взяли за пуговицу и не задали вопрос, какое чудо исхода самое такое сильное чудо. Ну и никто не вспомнит про выпадение мана, про прилет перепелов или про воду, добытую из скалы, но все вспомнят о том, как море раступилось и мы прошли по морю Акипоску. И море очень вовремя раступилось и очень вовремя закрылось, утопив фараона и все его войско. Интересно заметить, что знаете, первый эскиз печати, государственной печати Соединенных Американских Штатов Вот тогда, в XVIII веке, после обретения независимости, на этом эскизе должно было быть раступившееся море, идущие люди и маше с посохом, который стоит на берегу, протянув руку, и вот от его посоха воды расходятся в разные стороны. Потом решили, что этот рисунок окажется слишком мелким, и на оттиске печати будет плохо видно, что там такое нарисовано, и поэтому остановились на Орле. Но идея совоснователей Соединенных Штатов была в том, что жители Европы переходят Атлантический океан, переплывают Атлантический океан, подобно тому, как мы в свое время перешли через Тростниковое море. Что так сказать, это исход из Европы в новый свет, в землю Абетаван. Такая мысль была у отцов-основателей Соединенных Штатов. Так вот, есть в этом описании гибели войска фараона одностранность. Основа боевой мощи армии Паро это колесницы. И вот очень жаль, что у меня компьютер сломался как раз сегодня, потому что я бы вам показал, что такое египетская колесница и как она устроена. Значит, это высокоподвижное и очень грозное оружие. И когда фараон решил вернуть евреев, то Тора подчеркивает неоднократно и запряг колесницу Египта, сейчас, и запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой, и взял 600 колесниц отборных, и всякую колесницу Египта, и лучников, дальше в скобках от меня стоявших в колесницах над всем. Это шмот 14-6-7. А преследуя евреев, Паро опирался в первую очередь на свои подвижные части и настигли их расположившимися на море евреев. Все кони колесниц Паро шмот 14-9. И когда мы уходим по морю, ставшему сушей, то за нами бросаются именно они и преследовали Египет и вошли за ними всякий конь Паро, колесница его и всадники его в середину моря. И когда Всевышний предупреждает Маше об исходе битвы у Тростникового моря, он обращает внимание именно на мото-мех корпуса Паро. А я с большой буквы Всевышний, вот я укрепляю сердце Египта и войдут за ними, за уходящими евреями, и прославлюсь через Паро, и через все войско его, через колесницу его, и через всадников его, шмот 14-17. И нет сомнения в итоге, и узнают Египет, что я Ашем, когда прославлюсь я через Паро, через колесницу его, и через всадников его. То есть вот такое семикратное упоминание колесниц, а в следующих строчках еще трехкратное, оно требует объяснения. Так вот, мы хорошо знаем устройство египетской колесницы. Это двуковка, два колеса на оси, сверху площадка, и спереди такая длинная оглобля, к которой прикреплены две лошади. И вот эта двуковка с двумя лошадями, значит, на оси двуковки сделана площадка такая с барьером. На этой площадке стоят два человека, возница, который управляет лошадьми, и лучник, который стреляет из лука. Вес этой двуковки примерно 25-50 килограмм. Есть такой красивый евритский оборот, как знаешь, в переводе на русский язык, в смысле откуда знаешь, где прочитал, кто тебе сказал. Как знаю, из любой книги по египетской истории есть и рисунки этих колесниц, и есть рисунки показывающие, как изготавливались колесницы, вся последовательность операций, и все это есть и на египетских пирамидах, в общем, везде и всюду. Мы знаем, что такое египетская колесница. И это довольно легкое сооружение. Вес этой колесницы примерно 25-50 килограмм. То есть вот два человека, составляющие экипаж колесницы, возница и лучник. Они могут спокойно, если есть какое-то препятствие, распрячь лошадей, провести их там как-то, поднять колесницу вдвоем, переставить через препятствие, запрячь лошадей и ехать дальше. То есть это не 50-тонный танк, это гораздо лучше. Значит, иногда на колеснице стоял третий воин, который на иврите назывался Шалиш, третий, вооруженный метательными дротиками для того, чтобы вот стрела, это что-то такое тонкое, которое летит далеко, хороший выстрел это и 100-200 метров, а дротик, метательное копье, это что-то такое более тяжелое и основательное, которое предназначено для более близкого боя. Но иногда еще к колесницам прикреплялись лезвия типа лезвий коз колесам, то есть на ходу такие вращающиеся лезвия, которые били по ногам пеших воин. Значит, колесница могла, запряженная двумя лошадями, она могла спокойно и без напряжения проехать, скажем, за день 100 километров. Такая легкая колесница с двумя ездоками. В бою она развивала скорость до 15-20 километров в час. То есть это очень быстро. лезвия поэтому значит и возница и лучник не имели на себе никакой тяжелой брони. Лучшая их защита от стрел неприятеля или дротиков неприятеля это скорость движения. А попробуй попади в колесницу, которая очень быстро едет и еще на ходу может легко маневрировать. Если нужно было совершать достаточно длинные переходы, то на этой же площадке понятно, что на этой площадке размещался и запас стрел для лучника и на этой площадке размещался и запас продовольствия какой-то и какое-то количество воды. То есть эта колесница могла вполне ехать и быстро и далеко. И вот главная деталь колесницы это колесо. И опять-таки по рисункам на пирамидах в других местах на папирусах мы точно знаем это не гипотеза это точное знание как выглядело колесо египетской боевой колесницы. Значит спицы деревянные упирались во втулку деревянную в которую вставлялась ось. Этих спиц было где-то 8 12 столько может быть в разных конструкциях парад. Дальше был деревянный обод сделанный из двух половинок два полукружия. Этот деревянный обод соединялся вокруг вставленных спиц и на этот обод надевалось мокрое кольцо из толстой кожи. С напряжением надевалось натягивание. Когда это кожаное кольцо высыхало то оно абсолютно мертво сжимало спицы втулку обод и получалось очень легкая и очень прочная конструкция. Дальше на это колесо в качестве такой своеобразной покрышки надевалось еще несколько кожаных колец для того чтобы так сказать обеспечить сохранность вот того колеса того обода кожаного который сжимал всю конструкцию. Два таких колеса соединялись осью и вот сверху площадка боевая колесница готова. И я обращаю ваше внимание что использовались такие колеса на сухих дорогах Египта. Дождь в египетской климатической зоне это удивительно редкое явление. Дожди идут в экваториальной Африке и они вызывают разливы Нила. Там где-то в районе озера Виктория откуда вытекает Нил. Вот там идут дожди. Два раза в год идут муссонные эти самые дожди. А в Египте дождей нет. И на сухих египетских дорогах эти легкие прочные колеса египетских колесниц да хоть бы не на египетских а в Нубийской пустыне или в Синайской пустыне где тоже осадки там 3 миллиметра в год. Соответственно эти колеса прекрасно работают. И тогда что же произошло у Тростникового моря? Когда вода раступилась кстати а почему вода раступилась в общем-то здесь все очень просто потому что когда Маше протянул свой посох то начал дуть сильный ветер и этот ветер просто отогнал воду с мелкого места и мы спокойно пошли по обнажившемуся дну то есть что-то типа отлива только не в результате движения луны а в результате ветра такой ветровой отлив и мы пошли по обнажившемуся морскому дну мокрый песок и лужи воды никак не мешали ни пешим беглецам ни стадам скота а вот с колесницами произошло совсем другое размокшие кожаные ободья перестали скреплять колеса и они развалились и главная боевая сила поро остановилась и Тора говорит нам об этом прямо только для того чтобы понять что говорит Тора надо посмотреть египетские рисунки а Тора говорит так и снял колесо колесниц его в скобках всевышний и правил имя тяжело и сказал Египет убегу от Исраэля потому что Ашем воюет за них с Египтом шмот 14.25 есть масса объяснений что значит снял колесо а на самом деле Тора нам говорит о том что произошло снял колесо размокшие ободья развалившиеся колеса и тогда Египет утратил возможность быстрого отступления и когда вернулись море к утру к силе своей то есть прекратился ветер отгонявший воду вода вернулась обратно а Египет убегают навстречу ему навстречу воде и вернулись воды и покрыли колесницу их садников у всего войска Паро вошедших с ними в море не осталось среди них ни одного шмот 14 27 28 чудо бесспорно чудо но никакого нарушения законов природы как собственно и во всей истории исхода просто все произошло на удивление вовремя и именно в этом чудо как правило и состоит в своей временности события ну и в конце для скептиков несколько лет назад группа подводных археологов нашла в предсказанном месте Красного моря большое количество артефактов которые однозначно указывали на гибель в этом месте египетской армии археологическая датировка совпала и очень интересно что удивительно похожая ситуация произошла с сирийскими колесницами в кавычках то есть сотнями танков Т-54 атаковавшими голландские высоты во время войны Йом-Кипур в октябре 73-го года военные советники из СССР были абсолютно уверены в быстрой победе танковой армады над двумя батальонами Цахал которые им противостояли но Всевышний снял колесо звенья гусениц предназначенные для дорог средней полосы лопались на острых камнях из твердого базальта голландских высот превращая грозные бронированные чудища в неподвижные мишени ассирийских танкистов в беспорядочно бегущую толпу спасибо за внимание какие есть вопросы так вопрос у кого-то есть вопросы а сейчас секундочку я включу да можно включать микрофон включай народу микрофон микрофон включены так я готов отвечать на вопросы вот с прошлой с первой встречи у меня появился сколько два собеседника с которыми я состою в переписке если появится еще любое количество нет проблем буду переписывать да ну хорошо господа если вопросов нет тогда мы может быть плавно перейдем к дикат хамес поскольку время как бы уже подошло да вот сейчас надо делать дикат хамес ну хорошо всем тогда счастливо и выйдем наконец на свободу окей выйдем хорошо всем счастливо пока большое спасибо пока так вот чат я могу посмотреть может в чат спасибо Продолжение следует...